Сегодня на очередной сессии Государственного Совета Чуварской Республики обсуждали в основном бюджетные вопросы. Депутаты практически единогласно приняли проект бюджетной сметы. 58 миллионов рублей потратит в будущем году Госсовет на свою законодательную работу. Гораздо больше споров и обсуждений вызвал вопрос о республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. В первом чтении его рассматривали неделю назад и все это время народные избранники обсуждали поправки и предложения, работали в согласительной комиссии. Но все равно на сессии возникли споры и разногласия. Подробности в нашем следующем репортаже. После обсуждения всех изменений депутаты решили внести бюджет поправки о возмещении расходов работодателям на сохранение рабочих мест для инвалидов, а также о выделении дополнительных средств управляющей компанией инновационно-территориально-электротехнический кластер Чувашской Республики. Это не вызвало возражений, чего нельзя сказать о финансовой политике в целом. Депутаты-оппозиционеры по обыкновению подвергли ее критике. Исходя из той программы, которую мы разработали до 2020 года, исходя из обоснованных поправок, мы обосновали два основных положения. Нужно не хвалиться тем, что мы сокращаем количество средств, которые мы занимаем. Наоборот, мы не призываем к тому, чтобы раздуть государственный долг, однако мы призываем на сегодняшний день все-таки государственный долг увеличить, потому что без этого выполнить наши социальные, прежде всего социальные обязательства, подъемы заработной платы, по выполнению социальных обязательств в полной мере нам не удастся. Я не могу не отреагировать на, на мой взгляд, достаточно опасное заявление Игоря Юрьевича о том, что без дальнейшего увеличения государственного долга невозможно обеспечивать выполнение социальных и так далее обязательств. Для того, чтобы население и никто не беспокоился, я еще раз хочу подтвердить, что на сегодняшний день все социальные обязательства в представленном проекте закона, они обеспечены как в части заработной платы, так и всех социальных пособий. С 1 июня, с 1 октября повышение было на 6,5%, учителям на 14,7% с 1 сентября это 1,733 млрд рублей для бюджета 2012 года. Опять же, с 1 января, кого вы вспоминали, с 1 января 2012 года прошло повышение спорт, культура, дошкольное образование, с 1 февраля социальные и так далее, и так далее. И последнее решение при уточнении бюджета, это повышение еще, очередное повышение в дошкольных образовательных учреждениях. Тем не менее, лидер фракции «Справедливая Россия» в госсовете Игорь Маляков предложил не принимать бюджет сегодня. Довольно неожиданно, если учесть, что к парламентариям он поступил еще в октябре, и за это время, казалось бы, все вопросы можно было снять. Впрочем, есть и такие, что перекраиванием бюджета не решить. Хочу сказать о медицинских работниках. Сегодня тоже медицинские работники, медсестры получают по 3-4 тысячи, там специалисты-хирурги, предположим, получают по 7-6 тысяч, а главные врачи получают, там, ну, грубо говоря, по 50 тысяч рублей. И министр Назаряков говорит, у среднего зарплата по медицинских работникам вот такая. Ну, что такое у среднего? Давайте конкретно говорить. Медсестра стока, врач стока, специалист стока. Бюджет не нравится по одной простой причине, поскольку, как Виктор Алексеевич совершенно озвучил точно, у нас и, значит, социальная сфера, и учителя, и образование получает нищенскую зарплату, в то время как наши родные и дорогие олигархи выводят миллиардами и триллионами средства за рубеж. Естественно, такая бюджетная политика нас не устраивает, и называть прекрасно такой бюджет мы не можем. Дискуссия не состоялась. Министр финансов Михаил Назаряков напомнил, что увеличение зарплат врачей, медсестер и санитарок в среднем на 17% уже запланировано на 2013 год, что, кстати, отражено в проекте бюджета. Депутатам от ЛДПР не понравилось, что в этом проекте не предусмотрено увеличение бюджета столицы Чувашии. Некоторые парламентарии предлагали установить дополнительный норматив по НДФЛ в размере 20%, что даст увеличение на 719 миллионов рублей. Я не буду сегодня ни политизировать, ни говорить, что вот завтра поднимать флаг ЛДПР, кричать, это мы только предлагаем. Нет, это здравый смысл предлагает, понимаете, я сегодня не хочу политизировать здесь. Я хочу сегодня, чтобы все депутаты поняли, что мы должны с вами поощрять то поселение, которое зарабатывает деньги. Можно ведь даже сделать на самый скудный бюджет, его сделать можно профицитным. Просто при этом, при этом меньше, никто не получит нормальных денег. То есть будем выживать. Надо отметить, разговоры об увеличении городской казны за счет налогов, собираемых на территории города, ведутся давно. Можно сказать, эту тему обсудили депутаты всех созывов. Республиканские власти по-прежнему намерены решать эту проблему путем адресных инвестиций. В текущем году у нас объем инвестиций государственных в город Чебоксары 2 млрд 577 млн, в том числе миллиард за счет республиканского бюджета. В Чебоксары на сегодняшний день в проектировках 2013 года уже заложены инвестиции 551 млн рублей. Дошкольное образовательное учреждение на сегодня 36 млн заложено. Но мы понимаем, что еще для обеспечения софинансирования, если все будет позитивно по доходной части, нам еще 249, почти 250 млн необходимо будет направить в город Чебоксары для строительства детских садов. Доводы министра финансов большинство депутатов сочло достаточно убедительными. Бюджет на будущий год и на плановый период 2014-2015 годов принят во втором чтении. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.